Привет, друзья! С вами канал MarosLife. В сегодняшнем видео хочу вам предоставить новые вакансии на рабочую карту в Чехию. Начнем мы с завода Unix, который находится в городе Уничев и город Аламоутс. Там снова открывается набор. Нужны специалисты, слесари, кузнецы, сварщики, плавильщики, шлифовщики. Каждый сотрудник имеет установленную базовую месячную заработную плату, которая состоит из ставки плюс премия. Ставка стартует от 22 тысяч крон до 27 тысяч крон грубого. За отработанную норму часов плюс сюда же добавляется еще премия. Это все суммируется и выходит у вас потом чистая зарплата. К заработной плате добавляются надбавки за результативность. Они составляют в среднем около 25-35% от вашей ставки. Плюс доплата за непрерывный режим. То есть, если вы ходите на работу постоянно, нет никаких у вас там отговорок, больничных и всего прочего. Здесь плата будет составлять 15% от заработной платы сотрудника в зависимости от отработанного времени. Также есть сверхурочная работа, то есть пресс-час, 30% от среднего заработка. Доплата за работу в субботу и воскресенье составляет 35% от среднего заработка. Работа в государственный праздник 100% от среднего заработка. И доплата за тяжелые условия труда 10 крон в час. График работы здесь разный. Есть 8-часовой график по 3 смены. Есть 12-часовой график по 2 смены. Проживание бесплатно находится в общежитии, рядом возле завода. Также есть скидка на питание. Отпуск предоставляется 25 дней в году. Поэтому, кому интересно эта вакансия, повторюсь, еще раз нужны спецы, которые работают в горнодобывающей промышленности в Украине, либо на металлургических заводах. Пожалуйста, смело можно обращаться, получать будете в Чехии достойную высокую зарплату. Идем дальше. Новая вакансия. Рабочая карта на 2 года. Город Часлав. Находится возле Кутной горы. Фирма является крупным производителем столярных и строительных пиломатериалов, а также радиальных рейк с последующим производством клеенных призм. Также производит кровельные рейки и заготовки для поддонов. Сюда требуются мужчины и женщины. Также семейные пары. Находится на вакансию оператор станка, сортировщик на линии. График работы 12 часов, 15-16 смен в месяц. Это означает короткая длинная неделя. Ставка возбудит 25-27 тысяч крон грубого. Также возможны причесы 33 часа в месяц. Оплата плюс 30% в будние дни за причас. Если причас попадает на выходные дни, то там оплата плюс 50%. Также устроившись на эту работу, вы претендуете на пособие по трудоустройству до 20 тысяч крон за год. Сюда же входит еще датированное питание. Оплата 50 на 50, то есть выбор из 6 блюд. То есть скидка получается 50% от стоимости основного блюда. Что касается жилья, то оно находится недалеко от предприятия. И также предоставляется работодателям бесплатно. Отпуск 25 дней в году. Все, кого заинтересовала данная вакансия, пожалуйста, обращайтесь к нам либо в Телеграм, либо в Вайбер. Переходим дальше. Рабочая карта на 2 года. Нужно 8 человек. Работа подходит для мужчин. Город Хлебовице. Это недалеко от города Фридек Мистек. Требуются слесари-шлифовщики. Здесь, друзья, можно даже устроиться без опыта. То есть, если вы хотите научиться работать слесарем, шлифовщиком и в дальнейшем развиваться, то, пожалуйста, это место как раз возможно для того, чтобы научиться этой работе. Ставка изначального стартует у 23 тысяч грубого и выше. Может доходить и до 26, до 27 тысяч крон в месяц. Это на начальном этапе. Дальше после скушебной добытой, то есть испытательного срока, другими словами, у вас уже повышается зарплата. График пятидневка. Два выходных, суббота, воскресенье. Работать будете по 8 часов, но засчитываться вам будет 7,5 часов. График работы в две смены. То есть, ночных здесь нет. Из плюшек на этой работе предоставляется также 13-я зарплата и 5 недель отпуска. Всему полностью обучают, рассказывают, как нужно, что делать. Также есть возможность получить премию за отсутствие прогулов. Эта премия составляет около 1000 крон в месяц. Ну и также есть возможность дополнительных часов, но не более 32 часов в месяц. Так что, друзья, кто хочет приехать в Чехию и не имеет опыта работы с лесарем, шлифовщиком, пожалуйста, можно устроиться без опыта. Для начала получать не самую, конечно, высокую зарплату, но это отличный шаг в будущее. Возможно, спокойно развиваться в этом направлении и переходить уже на более высокие зарплаты. Либо развиваться, опять же, на этом предприятии. Ну и переходим к последней вакансии в этом видео. Водитель категории CE. Нужно 8 человек. Другими словами, нужны дальнобойщики. Здесь зарплата, ребят, стартует у вас изначально от 32-36 тысяч крон грязными, то есть до вычета налогов. Но по результатам работы, в зависимости от сложности вашего маршрута, будет также дополнительные плюшки. Также есть доплата на питание в зависимости от количества отработанных часов. Значит, что здесь сразу хочу сказать. Это работа дальнобойщиком конкретно по Чехии. Командировки есть, но это, опять же, все по желанию. То есть работа обычная по 40 часов в неделю. То есть по факту это не тот дальнобойщик, который будет числиться в Чехии. Или как там, по примеру, числятся люди в Польше, в Литве, а гоняют во всей Европе. Нет, это не тот вариант. Это вариант конкретно по Чехии. То есть для ребят, которые хотят приехать, работать дальнобойщиками. И при этом забрать семью, допустим, уже там через какое-то время. Сделать воссоединение семьи и жить, находиться в Чехии. График работы 40 часов в неделю. Это аналог обычной восьмички на тех же, к примеру, заводах, либо складах. Но есть также возможность работать сверхурочно. Отпуск составляет 20 дней в году. Что здесь требуется? Опыт работы дальнобойщиком не менее 3 лет. Возраст до 50 лет. Место работы, где будут выполняться все эти маршруты, это Чехия. По месту выполнения работы заказчика. База будет находиться в городе Фридек-Мистек. И отсюда вы будете уже стартовать по всей Чехии. Что развозить? Развозить напитки. Это кофола напитки и пиво. Из чего будет состоять ваша работа? Какие требования будут непосредственно к вам от работодателя? Значит, первое. Будет проведено обучение за счет фирмы на код 95. Кто не в курсе, что такое код 95, я думаю, все дальнобойщики в курсе. Это обязательный сертификат, необходимый для работы водителем в транспортной фирме в Европейском Союзе. Требуется при управлении транспортным средством более 3,5 тонн. Данный документ подтверждает вашу профессиональную квалификацию, а также получение разрешения на выполнение грузовых и пассажирских перевозок. Какой автомобиль будет в вашем руководстве? Это будет автомобиль фирмы MAN. Значит, техническое обслуживание машины выполняют механики. Водитель будет следить только за заправкой автомобиля и проводить визуальный контроль перед выездом. Также будет общаться с заказчиками. Поэтому, кто владеет чешским хотя бы на начальном уровне, это будет вообще для вас преимуществом. Также водитель будет работать с накладными. Этому всему вас обучают на месте. Значит, основные требования на эту вакансию – это опыт работы не менее 3 лет дальнобойщиком и водительское удостоверение категории CE, выданное до 2009 года международного образца. Друзья, я знаю, что много людей интересовалось работой дальнобойщика, потому что в Украине много ребят, которые умеют управлять грузовыми авто. Но европейские зарплаты реально чуть выше. Мы общались с ребятами, которые уже там работают. То есть, в среднем выходит за месяц где-то от 1,5 до 1700 евро. Опять же, в зависимости от того, какие маршруты, сколько часов работают и так дальше. Потому что, если у вас реально сложный какой-то маршрут, то там едут 2 водителя. Один основной, второй идет как запасной, который подстраховывает. Если маршруты недалеко находятся, там маленькие по расстоянию, то там едет один водитель. Ну и, соответственно, плюс командировочные, если премии, доплаты за ночные смены. Опять же, в зависимости от того маршрута, куда будет происходить транспортировка груза. Все это оплачивается согласно к зоту Чешской Республики. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь к нам. Ну что, друзья, вот такие вот вакансии у нас на февраль месяц 2022 года. Поэтому все обращайтесь в нашу группу, в Телеграм. Там эти вакансии будут выложены. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.